Всех приветствую! Я вам расскажу в этом видео, как из такого вот дымохода, уже даже с отбитой штукатуркой, вот как он выглядел изначально, у меня получилась вот такая штука. Выглядит стильно, модно и, можно сказать, красиво. Веду я реконструкцию столетнего дома на хуторе, показываю все этапы. Здесь вот стоит, осталась труба. В эту трубу было подключено три отопителя. Это русская печь, печка и печка здесь на втором этаже. Дымоход этот по-другому называется коренник. В прошлом году я его полностью очистил от штукатурки, очищал перфоратором, а также точно таким же кругом, как и сейчас работаю. Это круг 125 размер имеет, проволока 0,3 мм. По-другому называется чашечный круг. Я буду заделывать швы специальным составом термостойки белого цвета, хотя можно было просто покрасить краской. Для того, чтобы придать более эстетический вид и более ровный кирпичик сделать, я взял специальный круг. Вы видите, как он выглядит. Это для расчистки бетона, а также кирпича. Хочу вам сказать, что я зря его взял, потратил много времени, сделал много пыли, но этот круг достаточно грубый. Он оставил большие риски на самом кирпиче, которые мне пришлось потом убирать специальным кругом, уже лепестковым. Поэтому, так скажем, вот эти борозды, которыми я наделал на кирпиче, их пришлось убирать. Лучше я бы взял водичку подольше, но зато было бы меньше пыли и кирпич был бы более естественный. Хочу сказать, что я, конечно, вернул его практически в прежний вид, но стоило это мне очень много времени вновь шлифовать его лепестковым кругом. Так что не повторяйте моих ошибок. Лучше возьмите воду, губку, да, помойте хорошенько. Пускай несколько раз, пускай будет дольше, будет мокро, но это лучше, чем вот такая пыль. Вот, наконец-то, вся та грязнюка, пылюка, которая была в начале этого ролика, она закончилась. Сегодня я буду мыть дымоход, затем замазывать швы. Замазывать швы я буду альфавит, обмазка для печей и каминов, термостойкая, на силикатной основе. Перед нанесением данной смеси необходимо швы хорошенько обеспылить по возможности. Ну, также я протираю и кирпичики, хотя это впоследствии я пойму, что делал зря. Вообще, как оно будет? Я ни разу не маляр и не штукатуры подобные работы раньше никогда не выполнял. Пробовал разные методики, забивал на шпатель, в шов вдавливал, ну, а все равно необходимо было дорабатывать пальцем. Пальцем чувствуешь, когда вот этот весь состав, он уже прилег к основному шву и, значит, будет держаться хорошо. От этого все размазывалось и получалось не очень аккуратно. Данная смесь кирпича очищается очень сложно, поэтому я принял решение малярным скотчем заклеить полностью весь дымоход, оставив только швы. На эту работу у меня ушло более четырех с половиной часов. Оклейка не быстрая, плюс ко всему еще скотч подвел. Выбирайте хороший скотч. Вот у меня один рулон был белого скотча широкого, он очень плохо клеился. Мне приходилось даже нагревать весь кирпич паяльной лампой для того, чтобы он просто прилип. Желтый скотч клеился хорошо, легко. Также вам потребуется канцелярский нож для того, чтобы прорезать вертикальные швы. Ушло у меня целое лезвие канцелярского ножа для того, чтобы оно было острым и хорошенько прорезало вот эти все швы. Швы я вырезал такие, какие они есть, то есть не делал их декоративными. Есть широкий шов, значит вырезаю широко. Есть узкий, значит делаю узкий. Весь вечер я потратил вот на такую монотонную и долгую работу. Несмотря на то, что потратил много времени на оклейку самого дымохода, это конечно в итоге мне сэкономило большое количество времени, потому что эта белая штука очень плохо вычищалась из кирпича. Она прям в него въедалась. После того, как я заклеил все кирпички, я вновь принялся забивать швы. Пробовал делать это шпателем аккуратно, но не получалось. Применял свой специальный инструмент в виде пальца. Пальцем отлично контролируется заполнение шва. Если есть какой-то воздух, им легко выгнать в этот воздух для того, чтобы шов получился красивым, аккуратным и заполненным, чтобы он потом впоследствии не отвалился. Шпателем дело это не очень быстро получалось, и поэтому я решил изготовить кондитерский мешок. Взял простой полиэтиленовый пакет, отрезал от него угол, надрезал носик, и в эту воронку уже помещаю вот этот готовый белый раствор. Я стал заполнять швы. Дело пошло намного быстрее. Заполняю шов из кондитерского мешка, а дальше просто провожу пальцем. Получается быстро и красиво. Вижу цель, не вижу препятствий. Решил вот так обойти, потому что по-другому не умею, не знаю. Думаю, будет хорошо. Если где-нибудь взять да снять вот эту штуку. Так, где бы тут её отодрать? Очень просто. Вот. Всё. Вот. Держится. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но для внимательных есть некоторые косяки. Вот здесь я, например, не промазал. А также есть места, где почему-то очень плохо получилось схватывание. Хотя я и вдавливал специально пальцем, не жалел, пальцы разъело. Специально вдавливал, проводил сильнее. Есть вот такие места, где поотваливалось. Что я буду здесь делать? Здесь я буду просто краской красить. И вообще изначально надо было просто покрасить краской. Мороки меньше. Можно было тоненькой кисточкой аккуратно. Но опыт, опыт. Вы видели, что на кирпиче осталось много белых пятен, которые ощущаются только вот так кругом. Но также плюс ко всему надо расчистить сами швы. Сначала я тер вот таким P120, но он быстро забивается. И тогда я взял сношенный диск, вот этот. И им сейчас иду. Вообще классно. Получается супер. Выравниваются края. Потом останется продуть и будет готово. Ну, займет где-то вот это время все это на расклейку, на отшлифовку еще где-то часа два-три. И потом буду красить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Итак, моя задача сейчас все протереть хорошенько от пыли, где надо помыть, пройтись потом швы и подождать пока оно высохнет, потом буду красить. А красить я буду вот таким лаком термостойким до 450 градусов. Можно было цапкопы взять, покрасить бы. Стоит 700 грамм, здесь 26 рублей белорусских. Я ничего одевать не буду. Кто красил машины, тот когда красит печки, не одевает ничего. Потому что мы красили, там такой кумар был. Буду красить. Единственное, что буду выдерживать между слоями немножко другой интервал сушки за счет того, что у меня здесь прохладнее. То, что изъяны есть, где-то краска не почищена, где-то еще, это более такой придает эффект старины. Вот этот кирпич называется лофт. Ну, тут я уж могу, как говорится, выбирать уж самому, что мне нравится, какой стиль. Лофт. 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 я вам говорил что я лак лака не боюсь мне ничего не стоит тут красил нормально все приходил вы видели дарми дон это тот кто мастер маэстро кто строил печку и вот этот дымоход рассказывал мне сколько тут кирпичей мы с ним заобщались пока я тут все это дело покрасил вот первый слой ну нормально ушло где-то больше половины банки надеюсь что сейчас будет расход чуть поменьше сейчас немножко еще выдержу и начну наносить второй слой он впитывается конечно в кирпич получается нормально дармидон сказал еще простоит минимум сто лет бомбезный результат получился я считаю я очень впечатлен мне очень нравится то что у меня вышло немало я труда потратил так скажем смекалки умение нервов но обалденно получилось вот то что было вообще скажем так с приходом мне не нравилось как он выглядел в плане того что ну заходишь такая кирпичная а сейчас это как будто бы произведение искусства даже надо будет думать как его потом подсветить потому что но красиво стало уютно в комнате очень красиво все кто видел все подтверждают надеюсь и вам это понравилось поставили лайк все друзья крепкого вам здоровья спасибо и пока